Вопрос от Азвуки. Как собственно частота колебаний зависит от амплитуды этих колебаний? Почитал я комментарии. Похоже, что народ не очень понимает, что там происходит. Я свой ответ написал. Давайте поставим экскремент. В экскременте у нас будет динамик, усилитель с отрицательным сопротивлением, который будет возбуждать резонансную частоту динамика, частотомер, блок питания, всякая ерунда. Спросите вы, как можно усилителем с отрицательным сопротивлением возбуждать собственные колебания динамика, когда обычно его используют, чтобы погасить их как раз таки? Я сейчас расскажу. Обычно усилители с отрицательным сопротивлением делают примерно это. Вот обычный усилитель с выходом, который... выход по напряжению. Его отрицательное сопротивление. Дальше динамик. Динамик мы представим как его сопротивление по постоянному току. Ну, у 4-х омных динамиков это порядка 3-4 ом. Допустим, 4. И, собственно, динамик. Это отрицательное сопротивление складывается с этим. Остается, ну, скажем, один он. В результате получается, что электрическое демпфирование усиливается. Кстати, вопрос. Что будет, если это отрицательное сопротивление равно вот этому? Как будет вести себя динамик? Как вы думаете? Ну, ладно, не по теме. Так вот, как обычно делается этот усилитель с отрицательным сопротивлением? Мы берем амперметр и источник тока. О, как это? Напряжение. Этот источник напряжения, этот усилитель, и он управляется током, поступающим с амперметра. То есть, когда амперметр введет ток, усилитель увеличивает выходное напряжение так, чтобы скомпенсировать падение на резисторе. Но усилитель с отрицательным сопротивлением можно собрать и другим способом. Сделать источник тока, тащить с него напряжение обратно и управлять этим напряжением, добавляя ток. В данном случае получается, что напряжение на выходе усилителя при отсутствии выходного сигнала имеет уравнение И У на минус Р, где минус Р это то самое отрицательное сопротивление. В этом случае будет, в общем-то, то же самое. И это У на минус Р. Но, однако, эти два усилителя ведут себя радикально по-разному. Например, этот усилитель стабилен, когда он ни к чему не подключен. Этот усилитель из-за того, что тут, допустим, малый шум создал какой-то ток, этот ток поднял здесь напряжение, получилось, что это напряжение поступило на положительную обратную связь, ток усилился, напряжение еще сильнее поднялось, и того он обязательно улетает в питание и там сидит вечно. Если его подключить на маленький резистор, на резистор меньше, чем его отрицательное сопротивление, то этот усилитель стабилен. Наоборот, если этот подключить к резистору, сопротивление которого меньше, чем его отрицательное сопротивление, этот усилитель становится нестабильным. Для возбуждения резонанса нужен как раз вот такой вариант, который, можно сказать, нестандартный. Этот усилитель, который я собрал как-то давным-давно, умеет и то, и другое. С помощью вот этого вот магического переключателя его можно перевести из одного режима в другой режим. Сейчас мы будем возбуждать резонанс, поэтому он находится в режиме источник тока, управляемый напряжением. Ну что, включаем? Да что такое? Попасть-то! Паника! Паника! Знаете что? Мне, пожалуй, жалко этот динамик. Давайте возьмем какой-нибудь, который не жалко. Так, что-то у нас есть. Эти жалко, эти жалко, жалко. О! Этот не жалко. Ну ладно, я надеюсь, с этим будет все нормально. Да, вроде все нормально. Ну что ж, регулирую. 190 Гц. Повышаем. Смотрите, падает, 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 падает. Падает. Повышаю амплитуду, повышаю. Как-то он очень странно себя ведет. Итак, что мы, получается, разрушили мой ответ? Что амплитуда таки влияет так, что частота падает? Давайте попробуем еще больше сделать. Вот видите, теперь растет больше, еще больше, еще больше. Так, кажется, этому динамику уже недолго жить осталось. Я уже забыл, какая там частота была. Но сейчас он резонирует на частоте 135. А больше делаю. Такие дела. То есть, растет или падает? Вообще говоря, не совсем понятно. Судя по всему, растет. Но вначале почему-то падало. Попробуем сделать амплитуду еще больше. Я добавил напряжение питания. О! Ну вот, я его, кажется, убил. А что именно случилось? Ага. Центрирующая шайба оторвалась. Оторвалась. А еще этим усилителем можно раскручивать без коллекторники. Давай, заводись. Пошел. А добавим напрюги еще чуть-чуть. Он, правда, очень неэффективен в этом отношении. Но может. А еще можно разгонять магниты до вешеной скорости. А еще можно разгонять магниты до вешеной скорости. Но, опять же, 12-часов. Пешеной Teil. Законять магниты. Эпа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok